В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во Дворце культуры города Видное глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов провел традиционное оперативное совещание. Люди видели, что есть контакт с администрацией и вопросы решаются совместно. В школах Ленинского городского округа для выпускников прозвенел последний звонок. В усадьбе Тимохова-Саласкина прошел масштабный субботник. Работы достаточно много, но мы найдем чистоту и порядок, будет хорошо. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов провел традиционное оперативное совещание. На нем были подведены итоги работы за прошедшую неделю и намечены основные направления деятельности муниципальных служб и подразделений администрации. На мероприятие побывал Максим Козлов. Во вступительном слове Дмитрий Абаренов заострил внимание на необходимости оперативного реагирования всех ответственных лиц по жалобам граждан на портале Добродел. Прошу связываться с заявителями, когда приходит жалоба, и отрабатывать совместно с ними, чтобы люди видели, что есть контакт с администрацией и вопросы решаются совместно. Одной из главных тем по-прежнему остается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Дмитрий Абаренов поручил руководству ВРКБ разработать еще ряд мер, чтобы стимулировать жителей пройти вакцинацию. В последнее время участились жалобы жителей на неприятный запах. Многие связывают его с работой Москокса. Глава муниципалитета отметил важность экологического мониторинга воздуха и налаживания общественного контроля за работой Коксогазового завода. Необходимо, я считаю, пригласить жителей на завод, чтобы они своими глазами увидели, что происходит, как происходит весь процесс и понимали, откуда образуется запах. Что важно, чтобы люди понимали, что запах запахом никакой угрозы для жизни и здоровья нет. Говоря о проблемах, с которыми обращаются в администрацию жители муниципалитета, Дмитрий Абаренов особо отметил ситуацию с отключением электричества в поселке Горки-Ленинский. Мы встретимся с министром энергетики и обсудим этот вопрос. Сейчас подготовить всю полную информацию по сетям. И я думаю, что в этом году необходимо решить эту проблему раз и навсегда. Поднимая вопросы ремонта и благоустройства, Дмитрий Абаренов особо подчеркнул необходимость быть на связи с местными жителями, выслушивать их мнение по всем вопросам. Я прошу быть всех, кто выиграл конкурсные процедуры подрядчиков, максимально на связи с жителями, вплоть до того, что пусть вывешивают телефоны прорабов или наши телефоны на подъездах, на всех, чтобы житель мог связаться. Также в ходе совещания глава муниципалитета заслушал отчет руководителей служб и подразделений округа о проделанной работе. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В минувшую субботу в школах Ленинского городского округа прозвенел последний звонок. И значит, тысячи выпускников муниципалитета попрощались с родной школой и детством. Очень грустно. Не представляете. Будем вспоминать всю свою жизнь. Ну вообще, школа – это только начало. Начало большого длинного пути в нашей жизни. Поэтому надо расценивать это как промежуточный этап и запомнить это как самое лучшее время в нашей жизни. Пока что. Сегодня они радуются и улыбаются. Последний звонок – особенный и волнительный момент для всех выпускников. Праздник, когда, с одной стороны, учеба уже позади, но особо отдыхать еще времени нет. Впереди экзамены, выбор вуза, вступительные переживания. Чтобы лично поздравить ребят в Видовскую гимназию, приехали глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ребят, дерзайте, чтобы у каждого из вас сложилась жизнь так, как вы и два сами хотите. Чтобы тот путь, который вы выбрали, он был как можно легче, как можно успешней. Чтобы все у вас в жизни сложилось. Ничего не бойтесь. Верьте в себя, в свои силы. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь терять. Потому что жизнь такая штука, она справедливая. Она все равно вас вознаградит за ваши труды, за ваши старания. Видновская гимназия на протяжении нескольких лет входит в топ-100 лучших школ страны. Ее ученики успешно сдают ЕГЭ на 100 баллов и являются участниками различных олимпиад. Выпускница Арина Тупкала прославляет наш округ сразу по двум направлениям. Она успешно выступает за танцевальный клуб «Звездный вальс». А еще в апреле этого года в Казани девушка представляла свою школу на Всероссийской олимпиаде по искусству. И очень достойно. Арина стала призером. Хочу поступать в Высшую школу экономики на факультет истории искусств. Благодаря тому, что я стала призером олимпиады школьников. И мне это очень сильно облегчило жить, потому что мне не придется сдавать экзамены. В этот день прозвучало много благодарности дорогим учителям, а родители говорили детям напутственные слова. Чтобы впереди наших детей ждала большая, долгая, красивая дорога, полная успехов, взлетов и свершений. По окончанию линейки на аллее гимназии выпускники вместе со взрослыми высадили на память деревья. В этот день саженцы рябины появились и во дворе 11-й видновской школы. Здесь ребята вместе с учителями взяли на себя организацию самого трогательного и незабываемого праздника. Мы сейчас выступаем последний раз, чтобы удивить их родителей, учителей и всех. И удивить получилось. Несколько часов ребята пели, танцевали, благодарили за 11 незабываемых лет. Одним из самых волнительных номеров, который вызвал шквал эмоций, стало признание в любви своим родителям. Выпускники звонили мамам и папам и говорили самые важные слова. Да так, что реакции были довольно неожиданные. Я просто отметила всему, и что вы уже должны знать? Для меня был плач, и все, и все, и все, и все, и все, и все. В завершении праздника на сцену с добрыми напутствиями поднялись учителя, родители, представители администрации округа. Мне кажется, в каждом из вас будет долгие годы жить частичко души учителей и этой школы. Так должно быть. Уроки закончились, но впереди у выпускников важный и ответственный период сдачи ЕГЭ. Первый уже совсем скоро, 25 мая. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Последний звонок в субботу прозвенел и для выпускников средней школы поселка совхоза имени Ленина. Важный и ответственный этап для каждого школьника позади и впереди выпускные экзамены и поступление в ВУЗы. О том, как прошел для них этот важный день, расскажет Юлия Погасьян. Последний школьный звонок прозвенел для 44 учеников школы поселка совхоза имени Ленина. При соблюдении всех санитарных требований во дворе учебного заведения состоялось праздничное мероприятие. Хочу поздравить ребят с этим праздником, пожелать им успехов в предстоящих экзаменах. Наверное, поблагодарить прежде всего их родителей, учителей и друзей, которые всегда были рядом с ними. Родители выпускников вспоминают, как 11 лет назад за руку приводили своих детей в первый класс, а сегодня ребята уже вступают во взрослую жизнь. Время пролетело, как один день. Дети, конечно, рады, но потом они поймут, что это время никогда не вернется и будут вспоминать школьные года с доброй улыбкой. Этот день волнителен не только для выпускников и их родителей, но и для учителей образовательного учреждения. Вместе с ребятами они прошли этот тернистый путь. Для педагогов ученики стали второй семьей. Очень грустно, волнительно и трепетно. Как же сложится их судьба, что их ждет в будущем. Будем держать с ними связь и радоваться за все их успехи. А планы на будущее выпускников грандиозные. Молодежь совхоза имени Ленина показывает хорошие результаты школьного обучения. Многие ребята стремятся попасть в ведущие вузы страны. Лично я хочу поступить в 3-й медицинский университет, на соматолога, отучиться, открыть клинику. В школе совхоза имени Ленина три претендента на золотые медали. Жители поселка держат за ребят кулачки, чтобы те успешно сдали экзамены и дальше благополучно пошли по дороге жизни. Что можно пожелать ребенку, который выпускается в 11 классе? Пожелать ему чаще улыбаться, войти в этот мир с хорошим настроением и позитивными эмоциями. В завершении праздничного мероприятия на долгую память вчерашние школьники высадили во дворе учебного учреждения саженцы деревьев. Юлия Погосян, Ольга Садовская, ВиднетВ. В усадьбе Тимохова-Саласкина прошел масштабный субботник. В нем приняли участие волонтеры, местные жители и сотрудники отеля, расположенного на территории исторического комплекса. Любители культурного наследия расчистили аллеи, провели в порядок парковую зону и посадили кустарники. Усадьба Тимохова-Саласкина – это единственный архитектурный комплекс, сохранившийся в черте города Видное. Сейчас это любимое место для прогулок местных жителей. Идея организовать субботник и привести в порядок исторический объект принадлежит сотрудникам отеля, который находится в усадьбе. Наш отель окружен парком, вернее, усадьбной территорией. И считаем важным внести свой вклад в общее дело, потому что людей здесь очень много, гуляют каждый день. И хочется показать себя с лучшей стороны. Добровольцам выдали перчатки, грабли, лопаты и мешки. Общими силами волонтеры очистили парковую территорию от прошлогодних листьев и крупных веток. Также пришлось распиливать и вывозить сухие деревья. Работы достаточно много, но мы найдем чистоту и порядок, будет хорошо. Для того, чтобы наши гости и посетители могли насладиться в полной мере, прогуляться по парку и увидеть чистоту, как мы все здесь благоустроим и как будет хорошо и чисто в нашем прекрасном парке. Кирилл Махров – член общества местных краеведов и проводит в усадьбе интеллектуальные игры для детей и взрослых. По словам участника субботника, имение Тимоха-Саласкина богато культурными традициями. Была традиция пить чай с кизиловым вареньем. И вот этот кизил будет восстанавливать эти кустарники. Начинают с малого, тут не такое большое количество. Во время субботника было высажено более 10 кустарников кизила. Его предоставили сотрудники ялтинского филиала отеля. После генеральной уборки всех участников мероприятия ждал обед и традиционное чаепитие с кизиловым вареньем. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Один из крупнейших детских садов Московской области, расположенный в поселке Дрожино Ленинского городского округа, стал победителем во Всероссийском конкурсе дошкольных образовательных учреждений. Речь о городе детства, который посещают более тысячи дошколят. Огромная зеленая благоустроенная территория, два просторных современных корпуса, профессиональные педагоги и курс на всестороннее развитие. Всем этим может похвастаться детский сад номер 22 «Город детства», что в поселке Дрожино. У нас порядка 16 образовательных услуг дополнительно, которые мы представляем в детском саду. Их посещают дети, которые посещают наш детский сад. Мы начинаем от физического развития, заканчиваем интеллектуальным, робототехникой. То есть у нас есть все для этого условия. Воспитанники города детства учатся рисовать и создавать предметы декоративно-прикладного творчества, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах. Большое внимание здесь уделяется заботе о здоровье и физическому развитию детей. Для этого созданы все условия. Имеются несколько физкультурных залов, бассейн и большая спортивная площадка. Также реализуется проект «Азвука здоровья». Это здорово-сберегающий проект, где задействованы у нас и родители, и воспитатели, и дети. Приуроченные ко дням здоровья, к неделям здоровья. Мы проводим степ-аэробику, где дети развиваются эмоционально, интеллектуально. Футбол – вид спорта, который многосторонне способствует развитию психического состояния личности. Не менее важно для сотрудников города детство укрепление психоэмоционального здоровья воспитанников. В кабинете психолога работают как с группами, так и индивидуально с ребятами, у которых есть трудности с общением и поведением. Здесь сенсорный кабинет. Мы занимаемся развивающими занятиями. Наш детский сад поискчают дети с УВЗ и инвалиды. В нашем детском саду работает служба психолого-педагогического сопровождения, учитель-логопед, педагог-психолог и инструктор по физической культуре. Также в сенсорном кабинете проводится занятие кружка «Волшебная комната», которые развивают память, внимание и мышление. Ребята каждый день идут в любимый детский сад, как на праздник. Мы же тут спим, играем, танцуем, поем, делаем все. И мне нравится тем, какие тут воспитатели добрые и милые. Там есть мои друзья, и они очень хорошие и добрые. Там есть воспитательницы, и они нас учат, чтобы мы в школе были готовы, и чтобы в школе были одни пятерки. Недавно детский сад стал победителем во всероссийском смотре конкурса «Детский сад. Мир заботы, любви и внимания». И, побывав в городе детства, с мнением жюри нам сложно не согласиться. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видно этого. Несмотря на то, что в Центре культуры поселка совхоза имени Ленина уже больше месяца нет света, у воспитанников клуба изобразительного искусства «Облака» все-таки появилась возможность провести итоговую выставку своих работ. Целый год ребята учились рисовать, кто-то с нуля, некоторые дети уже имели творческий опыт. Средний возраст участников кружка – 6-12 лет. Всего в Клубе изобразительного искусства более 20 воспитанников. Каждый год в Центре культуры проходят отчетные мероприятия клубных формирований. Дети показывают родителям, жителям поселка то, чему они научились за год. В частности, у нас вчера открылась выставка изобразительного искусства, кружка изобразительного творчества «Облака». Отчетную выставку работы организовали в библиотеке поселка совхоза имени Ленина. Благо, здание муниципальное и проблем с электричеством там нет. Для выставки отобрали самые лучшие картины. Рисунки представлены на различную тематику. То есть здесь выбраны не все работы, а выбраны именно одни из самых лучших работ и представлены в разных графиках. То есть и акварель есть, и карандашные резоноброски, и черно-белые, и гуашь есть, и цветные карандаши. Помимо кружка «Облака» в Центре культуры совхоза еще немало других творческих клубов. И пока непонятно, как их воспитанники будут проводить свои отчетные мероприятия. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!